В Казахстане не освоены 378 миллиардов бюджетных тенге или более 2 миллиардов долларов. В Казахстанском обществе слепых новая волна скандалов и разоблачений. Требования к обменным пунктам Казахстана будут ужесточены. В Казахстане не освоено 378 миллиардов бюджетных тенге или более 2 миллиардов долларов. Об этом стало известно в Можилисе. По словам депутата Балиевой, на эти деньги можно было построить детсады для одной пятой нуждающихся малышей. Далее Можилис Мувумен привела еще несколько красочных примеров. По заверениям депутата, на эти же самые деньги можно было бы обеспечить 16 областей страны газопроводом. Либо в тех же 16 регионах построить 24 водопровода. Сегодня правительство отчитывалось перед депутатами за освоение бюджета. Вначале в зале было очень много народу. Самой эмоциональной получилась речь депутата Балиевой. Она предлагает использовать неосвоенные средства нацкомпаний на строительство детсадов. Либо обеспечить все 16 областей газопроводом. Либо проложить водопровод по питьевой воде на 24 поселка. Ведь квазисектор по неосвоению переплюнул всех. Мы ругаем правительство, что все госорганы вместе не освоили 32 миллиарда. И мы говорим, это такая огромная сумма. А квазисектор в 10 раз больше 322 миллиарда. По подсчетам депутата, на неосвоенные деньги можно было построить 402 детских садика. Куда могли бы пойти 100 тысяч ребятишек из 500 тысяч нуждающихся. Значит, мы обворовываем собственных детей, заключила Балиева. Тут министр начал объяснять, почему средства, направляемые в квази-государственный сектор, не могут идти через бюджет. Через бюджет мы тоже не можем, допустим, идти через железные дороги. Министерство транспорта не специалист по железным дорогам. Или министерство энергетики не должно специализироваться и само строить линии электропередач. Для этого есть как раз квази-государственный сектор. Оправдываться пришлось и топ-менеджеру крупнейшего фонда страны, где саккумулированы огромные деньги. Да, некоторые остатки были. Но проблема была еще и в том, что деньги, к сожалению, выделились только в декабре, даже в конце декабря прошлого года. Но депутата Балиеву, похоже, эти ответы не устроили. И она снова задала вопрос. Несмотря на ее темпераментную речь, модератор прервал ее и попросил дать возможность задать вопросы другим депутатам. Это не понравилось. Мы жли с вумен, и депутаты чуть не устроили скандал в стенах парламента. Зачем, госпожа Бахмутова, вы берете столько денег, если знаете, что вам дали в декабре, вы их все равно не освоите? Тогда отдайте, пожалуйста, тем, которые уже освоят. И тогда предприниматели Алматинской области уже будут с газом, себестоимость товаров будет ниже, значит, рентабельность будет выше. И так по всем, по всем, по всем. Мы же не говорим, что какие-то оправдательные меры. Мы говорим, что можно сделать. Извините, мы для этого тут и собрались. Я могу встать и уйти. Это регламентировано. Я могу встать и уйти. В конце концов, мы должны же когда-то до истины докопаться и сказать, что, значит, целесообразность использования, планирование правильное, это все-таки зона ответственности правительства и саморука. Как и обещала депутат Балиева, спустя несколько секунд после своей речи, не дожидаясь окончания заседания, встала и демонстративно вышла из зала. Вскоре после нее ее примеру последовали и другие избранники народа. И члены Кабмина уже отчитывались не в таком полном зале, как в начале заседания, и не с такими активными депутатами. А вопрос с неосвоенными двумя миллиардами долларов так и остался открытым. В казахстанском обществе слепых новая волна скандалов и разоблачений. Инвалиды по зрению продолжают требовать отставки своего бессменного председателя. Они уверяют, Бейбулат Аубакиров беззастенчиво обворобывает слепых и готовы даже предоставить все доказательства. Мол, шеф распродает имущество слепых, присваивает деньги спонсоров. И так уже 30 лет, а инвалиды тем временем живут в нищете. Но бессменный председатель твердит, что честь перед законом. Казахское общество слепых включает в себя порядка 20 тысяч инвалидов по зрению. Главным его руководителем более 30 лет является Аубакиров Бейбулат. Напомним, более 20 человек из казахского общества слепых приехали в Астану из разных регионов страны, чтобы передать свою жалобу президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Они требовались снять с должности председателя их общества Бейбулата Аубакирова. Часть членов общества слепых на протяжении нескольких лет выступали против руководства общественного объединения. Они неоднократно проводили акции протеста с требованием отставки шефа. Сам Аубакиров в комментариях местным СМИ также честно опровергал предавляемые обвинения. Но на этот раз он собрал пресс-конференцию и в Астане изъявил, что у бывших уволенных появились влиятельные покровители, которые позарились на имущество общества слепых. Кстати, у этого общества есть 29 предприятий. Дома отдыха более 40 тысяч квадратных метров по республике. Согласно нового уголовного кодекса, статья 158, раньше отстраняли от работы, если предъявляют обвинение. А сейчас, оказывается, могут отстранить даже подозреваемого. Вот они могут применить это. Оппозиция добивается моего отстранения, я знаю. Они давно пытались. Они дважды суд подавали, им отказали. Центральное направление писали, им отказали. У них есть возможность собрать 1,3 подписи членов КОС и провести неочередный съезд. Но, однако, они даже 1% не смогли собрать. В Западной Казахстанской области забастовка рабочих заставила руководство строительной компании пересмотреть оплату труда. В течение нескольких дней сотрудники Чинарёвского месторождения отказывались выполнять свои обязанности. Сейчас сторонам удалось найти компромисс. Акцию протеста сотрудники уральского филиала компании КОС «Стройсервис» начали с 11 мая. 140 рабочих отказались приступать к своим обязанностям. На забастовку люди вышли от безысходности. И даже угроза увольнения не остановила строителей. Нам надо семьи кормить, у всех кредиты. Ну, кроме того, у нас проблемы. Ну, вредные выбросы. Созорваем давление у многих. Около ста сотрудников подрядной организации оставались на своих рабочих местах. В ноябре прошлого года рабочие уже устраивали забастовку. Тогда и требования были похожи. Прокурорская проверка вынудила руководство компании КОС «Стройсервис» пойти навстречу коллективу. Зарплата была увеличена. «Ребята выдвигают три требования. Повышение заработной платы, экология и плюс вахтовый режим сменить. 30 на 30 у нас, они просят 15 на 15. По первому вопросу по зарплате здесь идет, у нас трудовые договора, все подписаны. Тарифные, есть своя тарифная ставка определенная. Она оплачивается, ребят подписали. Премиаре у нас выплачивается 10% от тарифной ставки. Директор проекта приехал, сказал, что с 1 июня прибавят на 5%, будет 15%. И где-то с 1 июля, наверное, будет 20% отбавки. По поводу вахтового режима сменить мы не можем. Как был 30 на 30, так и будет. Тоже ребята подписали трудовые договора. По поводу экологии, мы сейчас заказали лабораторию независимую, которые будут брать пробы воздуха, они дадут уже свой вердикт и скажут, вредность есть или нет. Если есть вредность, то будет доплачивать. Сейчас сотрудники уже приступили к работе. Однако направили свои жалобы в филиал партии «Нуратан» и областную прокуратуру. Роман Копняев, Алтынбек Майкенов, Александр Грабарев, ТДК-42. Требования к обменным пунктам Казахстана будут ужесточены. Теперь операционная касса обменного пункта должна быть оборудована системой видеонаблюдения и запись камер должна храниться в течение 30 календарных дней. Здесь стоит отметить, что ранее такое требование к обменным пунктам не предъявлялось. Более подробнее в сюжете. В зоне видимости должны находиться рабочее место кассира и клиент, чтобы все валютные операции, которые происходят в обменном пункте, были записаны с помощью видеокамеры. Которые, кстати, должны быть установлены в местах, где нет помех для видеонаблюдения. Рабочее место кассира должно быть оборудовано компьютерной системой либо контрольно-кассовым аппаратом и программным обеспечением для введения учета обменных операций, а также техническими средствами для определения подлинности денежных знаков. 26 марта 2015 года внесли изменения в правила организации обменной операции с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан. Данное постановление пока не вступило в законную силу. Постановление в законную силу вступает по истечении 21 дня, после первого официального опубликования. Ко всему прочему, обменникам запретят менять курс валют в выходные и по вечерам. На это теперь отводится специальное время. Курс валют покупки-продажи можно изменить только в часы работы казахстанской фондовой биржи, то есть с 8 утра до 6 вечера в будние дни. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске ежемесячная плата за детский сад не будет превышать 10 тысяч в месяц. Такое постановление приняли в Акимате города. Как отметили в городском отделе образования, они на постоянной основе будут мониторить качество еды в дошкольных организациях. На данный момент в Уральске насчитывается 48 государственных и частных детских садов. Их посещают порядка 11 тысяч детей. Плата в различных дошкольных учреждениях варьируется. По закону родители должны оплачивать только питание малышей. И хотя рацион согласовывается с отделом образования, закупочные цены на продукты могут быть разные. На этот год она у нас утверждена в размере от 7 до 10 тысяч. То есть больше 10 тысяч у нашей детской платы нет. Родительская плата, она в зависимости... Почему такая сумма от 7 до 10? Она была установлена в зависимости от рыночных цен, закупаемого товара в каждом детской реке. Как отметили в городском отделе образования, плата за детский сад может меняться даже от времени года. Летом фрукты и овощи дешевеют. Тогда и родители будут платить меньше. Мониторинг цен мы делали. Смотрели во всех садах поставщики, как поставляют товар, по каким ценам. Один и тот же поставщик в разные сады, например, поставляют. Нет ли лоббирования цен. Там по одной цене поставляют, а здесь по другой цене поставляют. Вот это чтобы уравнивали. И в конце учебного года еще раз просмотрим. В детских садах уже получили новое постановление. И будут придерживаться его как минимум до конца года. В меню входит на утро завтрак. Это каша, бутерброды разные. Первое – горячие супы. Второе – это каша и гарнир. Третье блюдо – это напитки, какао, компот и чай. Сами горожане считают, что плата за детский сад – это важная социальная составляющая. И госрегулирование здесь необходимо. Молодым специалистам и зарплата маленькая, и за детьми ходить надо. Мамы могут не работать. Низкая зарплата, поэтому, чтобы повышать социальный статус, рождаемость увеличить, надо поддерживать маму. Надо, конечно, оплату уменьшать. Роман Копняев, Алтенбек, Майкенов, Александр Грабарев, ТДК-42. Мы продолжаем наш выпуск, и вот что вы увидите далее. Что может грозить за незаконно спильное дерево на территории лесного фонда, расскажут наши корреспонденты. Участники автопробега вахтопамяти побывали на месте гибели героини Советского Союза Маншук Маметовой и привезли оттуда уникальное видео. С 5 по 7 мая текущего года в Талдокургане прошел чемпионат Республики Казахстан по жиму лёжа. Жители Уральска, незаконно спилившие дерево на территории лесного фонда, привлечены к 120 часам общественных работ. Об этом сообщают сотрудники природоохранной прокуратуры Западно-Казахстанской области. Напомним, 12 февраля текущего года жители Уральска, Сапаров и Нурдугалиев без разрешающих документов в районе 2-й дачной спилили 19-метровый дуб. Сейчас в качестве исправительной работы уральцев обязали высадить десятки деревьев в черте города. Подробности в сюжете. Сотрудники природоохранной прокуратуры предупреждают, теперь спиливание деревьев на территории лесного фонда относится к разряду уголовных проступков, за совершение которых следуют соответствующие наказания. Закон вступил в силу с начала текущего года. Мы привлекаем их на все работы. Там уборка мусора, комплексная уборка. И в настоящее время они работают на посадке деревьев. Ребята работают добросовестно. Уже в настоящее время они посадили по 20 деревьев каждый. После того, как судом было принято решение о наказании, на общественные работы правонарушителей отправили в МГК ДЭП, где для них были определены конкретные виды работ. В данном случае уборка города и посадка деревьев. На территории детской зачиганской больницы они высадили уже несколько десятков саженцев березы. Этот вид наказания правоохранительные органы считают более приемлемым. Ведь срубают деревья за считанные минуты. А растут они десятки лет. Я хочу отметить, что ранее указанные правонарушения являлись из-за разряда административного правонарушения. В связи с изменением в законодательстве данные правонарушения, как незаконные порубки, ввели в разряд уголовного проступка. И с этого года, с 1 января 2015 года, за порубки деревьев будет привлекаться к уголовной ответственности в разряд уголовного проступка. Сотрудники прокуратуры считают, что, зная об ужесточении наказания, люди будут задумываться, прежде чем незаконно вырубать лес на территории лесного фонда. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Казахстане снова гибнут сайгаки. Массовый падеж наблюдается в Костанайской области. Там погибло уже более тысячи животных. Причина массовой гибели сайги пока неизвестна. В западном же Казахстане смертности животных не наблюдается. По словам сотрудников охотничьей инспекции, численность сайгаков, наоборот, увеличивается. На сегодняшний день в области насчитывается свыше 39,5 тысяч особей. На территории Западно-Казахстанской области в апреле месяце был проведен авиаучет сайгаков уральской популяции, где по предварительным данным, по прошлым годам, если смотреть, было 39 тысяч с половиной голов. Последние данные будут после камеральной обработки в институте зоологии. На данный момент, с 4 мая, началась окотная кампания, все как в Дженебегский, Косталовский район. Ситуация сейчас нормальной гибели не наблюдается. Мастер-Ла-Мастер. Сегодня произошло массовое ДТП на улице Гагарина. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 въехал в другую машину и врезался в пассажирский автобус. Как отметили в полиции, пострадавшая машина была угнана самим мастером со станции техобслуживания, куда ее поставили для ремонта. Авария произошла около 7 утра неподалеку от автозаправочной станции Питстоп, которая находится на улице Гагарина. По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ несся на большой скорости. От удара получила повреждение вазовская «семерка», едущая в попутном направлении. Ехал на автобокзал, вез пассажирку. Жена и родственница. Проехал только светофор и сильный удар сзади. Меня это выкнуло на встречную полосу. Вот и с водителем. С водителем увезли в наркологический автобус. Поехали в травмпункт повезти. Ну каков он был, видимо его? Ну я он вроде адвокатный, я не знаю, наверное пьяный был. Больше всего в ДТП пострадал автомобиль ВАЗ-2114. Как выяснилось, машиной управлял мастер со станции техобслуживания, куда авто загнали для ремонта. Сейчас автомобиль восстановлению не подлежит. Никакой алкоголик, прям или наркоман, или алкоголик. Без документов, без прав. Машину он угнал. Это не его машина. Вот так у нас летело. С вами могло что-то случиться? Да конечно. Рядом сидящий случился, ее увезли. Живешь. Сейчас виновных в аварии устанавливают полицейские дознаватели. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабрев, ТДК-42. Казахстанская делегация вернулась из России. Участники автопробега вахта памяти побывали на месте гибели героини Советского Союза Маншук Маметовой. С Псковской земли наши земляки привезли уникальное видео. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Казахстанская делегация принимает участие в праздничном параде, посвященном 70-летию Победы. По улицам Невеля, где похоронена Маншук Маметова, казахстанцы проходят с высоко поднятой головой. В России почитают память воинов, сформированных в Казахстане сотой и 101-й стрелковых бригад, которые защищали Псковскую землю от фашистов. Сегодняшняя цель автопробега, стартовавшая из города Уральска, 6 мая и сегодня, в день 9 мая, мы находимся на месте гибели Маншук Маметова, на месте могилы наших героев казахстанцев. Особая миссия делегация доставила на могилы наших земляков родную землю. Из России земля, где погибли наши герои, будет привезена в Приурале. На Псковской земле в честь героев казахстанцев названы улицы и школы, и люди знают в честь кого и почему. Раньше она была новая поселковая. В 43-м году ее переименовали в честь Эбрагима Сулеймина, который был стрелком. Это казахский бригад. Мы гордимся, что такие люди были в то время. А это праздничный концерт в честь Дня Победы. Здесь звучат песни в исполнении участников автопробега. Казахстанцы побывали в городах Ржев, Великие Луки, Новосокольники и Невель, где погибла Маншук Маметова. И везде их встречали с почетом и уважением. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Огромный выбор меда для гостей и жителей города представлен в ДК «Зенит» и на рынке Алтаналма в 12-м павильоне. На ярмарке можно не только приобрести вкусный и ароматный мед, но и продегустировать его. Ярмарка российского меда горного Алтая и Башкирии пользуется большим спросом среди гостей и жителей города. Ассортимент представленных продуктов очень разнообразен. При посещении ярмарки вас ждет порядка 50 видов меда, а также конфитюр и другая не менее полезная продукция. Все сорта меда очень славятся, как в России, так и в Казахстане. Помимо меда у нас вы можете приобрести собачьи, борсучьи, сурковые, медвежьи жиры, очень полезные для здоровья. Также хотим сообщить об открытии новой точки на оптовом рынке Алтаналма в 12-м павильоне. Приходите, мы вас ждем. Акция на ярмарке продолжается. При покупке одного килограмма меда – полкило в подарок. Уральцы уже давно убедились в полезных свойствах меда и его вкусовых качествах. Всем жителям города рекомендую. Тут разные меды, полезны для здоровья. Приходите, берите. Напомним, ярмарка проходит, как обычно, в фойе ДК «Зенит». График работы с 10 утра до 7 вечера без выходных и перерывы на обед. И не забывайте про вторую торговую точку на рынке Алтаналма в 12-м павильоне. С 5 по 7 мая в текущего года в Талдукоргане прошел чемпионат Республики Казахстан по жиму лёжа. В нем принимала участие сборная команды Западно-Казахстанской области по пауэрлифтингу, в которой вошли 4 мужчины и 2 женщины. Трое из наших спортсменов являются инвалидами-колясочниками. Но это не помешало участникам достойно представить свою область на чемпионате и завоевать призовые места. В соревнованиях по жиму лёжа участвовали спортсмены из 14 областей республики в количестве 84 человек. Сейчас Казахстан делает гигантские шаги в паралимпийском спорте. Наши спортсмены принимают участие и показывают прекрасные результаты на отборочных соревнованиях и основных мировых чемпионатах. Сейчас задача качественно готовить людей не только как любителей спорта, а уже переходим к профессиональному спорту, ближе к этому будем говорить. Так что требование усиливается, а также нужно уже заняться спортом систематически. Тренировки не пропускать, назначить график работы и так далее. Тренируются спортсмены в одном из залов на стадионе Акжаих. Одному из участников 69 лет. 14 из них он занимается паурулифтингом. Ранее ветеран спорта Кубойдула Хасанов играл в волейбол до тех пор, пока не порвал мышцу. Жим лёжа для него сейчас, как он сам отмечает, самый подходящий вариант, чтобы поддерживать спортивную форму. В Талдыкургане всех спортсменов приняли хорошо. Это также сыграло немалую роль в завоевании призовых мест, говорят участники соревнований. В общем, у нас с Уральска 6 спортсменов участвовали, 3 колясочника. И у них сопровождающие были, в общем, 10 человек. В общем, мы нормально выступили. Одно жёлтое, два серебровые. Председатель областного общества инвалидов отмечает, что у наших спортсменов были все возможности попасть в тройку лучших, если бы на соревнования участники поехали в полном составе. Однако результаты, которых удалось добиться спортсменам, порадовали самих участников. И это главное. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошёл к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Спасибо за внимание. Будьте в курсе событий вместе с ТДК-42. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...